Команда спортсменов из первой школы представит Ненинский округ на финальном этапе президентских состязаний, который состоится в сентябре в детском центре смена города Анапа. Финалисты определились сегодня на заключительном турнире по стритболу, который прошел во дворце Спорта Норд. Вместе с городскими школьниками округ в смене представит команда ребят из села Тельвиска. Она, в свою очередь, стала победителем регионального этапа состязаний президентские спортивные игры и также получила путевку в спортивный лагерь. Ненинский округ в проектах президентские спортивные игры и президентские состязания принимает участие с 2012 года. Традиционно победителем региональных соревнований становится команда сельских и городских школьников, которые впоследствии получают путевку в спортивный центр. В этом году ребята отправятся в Анапу. Если победитель среди команд сельских школьников определился еще в апреле, то городских победителей выбирали сегодня. На соревнованиях ходит игра в теннис, в стритбаскет и плавание. Мы уже плавали, вроде играли в теннис и сейчас играем в баскетбол. В прошлом году то же самое было, но я плавала и играла в баскетбол, теннисом так не увлекаюсь. Приз входит в поездку в лагерь Орленок, он находится в Краснодарской области. Я в прошлом году должен был поехать, но меня мама не отпустила, потому что сказала, что я так много куда езжу, мне надо задуматься о учебе. Ну, самое любимое – это стритбол, а самое нелюбимое – это, наверное, теннис. Не знаю, как-то вообще не увлекаюсь, мне нравится как-то. В зачет команде идут не только победы в соревнованиях по этим видам спорта, но и другие результаты, которых ребята добиваются в течение учебного года. В региональный этап у нас входит зачет все федеральные проекты – это мини-футбол в школу, волейбол в школу, баскетбол в школу, наши лыжные соревнования, «Лыжня России», «Северное сияние», соревнования по шахматам. И команды, набравшие наибольшее количество очков, выходят в финал регионального этапа, где в личных соревнованиях разыгрывают путевку на финальный этап. Последние игры победитель определён. В сентябре в Анапу отправится команда из школы номер один. Ребята довольны и взволнованы. Вы довольны? Да, очень довольны. Самый трудный теннис был, тут был один мальчик, он хорошо играл, но мы постарались и выиграли. Рад за своих воспитанников и педагог Олег Корниенко говорит, что несмотря на трудности постарались и получили заслуженную награду. Эта смена будет для детей спортсменов. Я думаю, что детям обязательно нужно ехать. Обязательно. Почему? Потому что это некоторые только раз в жизни смогут осуществить такую мечту, попасть именно в Орлёнок, именно на спортивную смену, где дети со всей России, 84 команды собираются. Самые лучшие из лучших участвуют, соревнуются, бегают, отдыхают, загорают. И тем более это проходит всё в сентябре, когда уже другие дети сидят за учебниками, за партами. Они вот как бы получили такой шанс представлять наш округ. Теперь нашим школьникам предстоит хорошая подготовка. Президентские состязания – самое массовое спортивно-обязательное мероприятие в России. В программе президентских состязаний – спортивные, интеллектуальные и творческие этапы.